Здравствуйте, уважаемые будущие коллеги или коллеги, потому что эта тема, наверное, будет интересна и для тех, кто хочет стать ветеринарным врачом, хочет выбрать какую-то свою специализацию, хочет написать дипломную работу, либо хочет начать выступать. Очень часто спрашивают, как выбрать тему, какую тему взять и, собственно говоря, на самом деле это очень простой ответ. Нужно брать ту тему, в которой вы хотите дальше развиваться, потому что, если вы хотите, например, удавить опухоли головного мозга, значит, соответственно, в будущем и вы планируете, что вы будете ветеринарным врачом, будете заниматься неврологией и будете именно в этом направлении дальше работать. В общем, это то, что надо вам... Ту тему, которую вам надо будет взять себе там для дипломной работы, для выступления, ну или... Потому что, знаете почему? Потому что очень важным моментом является то, как тебя коллеги и владельцы запоминают, да, как они тебя запомнят, с тем они тебя и будут приходить или с тем и с этими темами к тебе будут посылать. Поэтому надо исходить именно из этого. Потому что, ну, нет смысла... Я, например, не лечу дерматологических пациентов, да, но, возможно, я и могу выступить по поводу каких-то там проблем дерматологических, да, но, по большому счету, во-первых, мало опыта, да, вот у меня в лечении дерматологических пациентов. Во-вторых, если ты начинаешь выступать в области дерматологии, ну, вот я, например, да, то понятно же, что для того, чтобы владельцы узнали о том, что я лечу этих пациентов, нужно 3-5 лет, да. Поэтому, то есть, это переквалификация, фактически, которая займет от 3 до 5 лет. Поэтому, ну, никакого смысла вникать, например, ну, вот мне, в дерматологию, да, выступать, там, каким-то образом что-то там новое внедрять, при том, что уже имеются достаточно большое количество дерматологов, да, которые это, в общем, делают очень хорошо в нашей клинике, по крайней мере, да. Ну, вот, в принципе, нету. Если вы молодой начинающий врач и вы хотите в какой-то области развиваться, так вот, выберите и копайте в одном месте. Копать надо в одном месте. Чем дольше и глубже вы копаете в одном месте, тем больше результата вы достигаете. Если вы не хотите или не будете заниматься, например, там, там, нейрохирургией, да, то никакого смысла, никакого смысла заниматься и писать какие-то, там, лекции на этот счет, на этот счет или, там, дипломные работы, в общем, по большому счету, нет. Конечно, вы можете выбрать эту тему, ну, просто потому что она вам интересна. Ну, как показывает практика, именно та тема, которая вам интересна, она в будущем и становится вашим основным видом занятия, да. Наверное, вот из этого надо исходить. Вы же не будете, да, там, например, вы занимаетесь ветеринарией, да, но вы же не будете рассказывать нам о том, как борщ готовить, да, ну, потому что про то, как борщ готовят, рассказывают на других каналах. Вы же это, ну, это же очевидно, да. И если вы будете рассказывать про то, как готовят борщ, то и вы соберете определенную аудиторию тех людей, которые, ну, которым эта тема интересна, вот, ну, тогда вы становитесь не врачом, а поваром. По большому счету, вот, достаточно простой ответ, на самом деле. Ну, вот, на вопрос дальше, где брать материал, да, вот вы молодой хирург или, там, молодой врач ветеринарный, который занимается тем, что, ну, хочет заняться чем-то, да, где же брать материал? Материал брать, на самом деле, он валяется под ногами в буквальном смысле, в буквальном смысле, да, то есть, если вы начинаете что-то делать, к вам начинают приходить те пациенты, которые вам интересны, в первую очередь, да, и надо просто каждый случай запоминать, записывать, анализировать и докладывать на эту тему, собственно говоря, вот, которая вам интересна. Вы знаете, вот, например, Бьерн Мэй, который, да, опухоль гипофиза удаляет, он к нам приезжал, ну, когда, там, года три назад, наверное, да, рассказывал про удаление опухоли головного мозга, он еще занимается тем, что оперирует портосистемные шунты, вот, они оперируют портосистемных шунтов два-три в год, знаете, то есть, то есть, три шунта в год, это столько, сколько у нас бывает иногда в один день, понимаете, но при этом они занимаются наукой. Почему? Потому что они очень подробно изучают каждый случай, каждый случай, они, получается, анализируют, и пускай у них в год три, там, четыре случая, да, но там с 85-го года, например, да, у них уже получается достаточно большое количество случаев, да, вот и все. Поэтому имеет даже маленькое количество каких-то случаев, но если вы каждый будете обдумывать, каждый случай будете описывать, то этого будет достаточно. Вот и все. Вот. Интересный вопрос. Владимир Ильич, как заставить себя все же написать, когда уже есть материал, но уседает все время работа, да? Ну, как написать? А вот так, знаете, тянешь, 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 думаешь, господи, у меня же NVC завтра, а у меня же 9 лекций, ни одна не написана, потом наступают последние сутки, ты думаешь, завтра 2 лекции, и я ничего не написал, у меня же нет вариантов, и вот и все, вот так вот. То есть я заявил, ну, у меня, конечно, есть материал, конечно, у меня даже отобранный, да, ну, по крайней мере, есть, ну, есть папки там отдельно, где я собираю постоянно какие-то, там, у меня есть папка, например, там, с симметричными нарушениями, там, в головном мозге на МРТ, да, есть там папка, где там мелография, там, стеноза и так далее, да, то есть, ну, есть отдельные. Хотя, кстати, когда появился YouTube, стало гораздо проще, потому что просто там, у меня сейчас полторы тысячи видео, да, и фактически это те операции, которые я, в общем, по большому счету снимаю в прямом, и оперирую в прямом эфире, и я просто могу всегда оттуда взять материал свой собственный, и там видно даже, ну, как, если мне надо, ну, посмотреть МРТ еще, или там КТ еще добыть после, да, то я знаю дату точную, и подать я могу точно знать и пациента, и там, на самом деле, видно, на КТ, на МРТ там написано, какая фамилия, да, я могу всегда это сделать, поэтому, вот и все, поэтому заявитесь на выступление, вы приезжаете, и никуда вам не деться, самый лучший вариант, вот и все. Ну, на самом деле, если, ну, осознание того, что это мне надо, да, то есть мне нужны пациенты, мне нужны определенное количество каких-то определенных пациентов, да, ну, вот, и именно вот знание и понимание вот механизма появления пациента у меня, да, вот, в общем, они дают мне, ну, как бы энергию это что-то делать, да, поэтому, когда меня просят там выступить, темы, темы, которые я, в общем, особо сильно, ну, не вдавался в подробности, могу прооперировать, да, но сильно не вдавался в подробности, да, глубоко не изучал, ну, как бы, я стараюсь все-таки выступать на те темы, которые я сам делаю, там, много лет делал назад, да, и сейчас делаю, и вот, в общем, по большому счету, вот так вот. У меня есть случай, да, там, 2006 года собаку, которую я прооперировал первую с опухолем мозга головного, да, то есть она, материал еще остался, да, то есть, ну, и так вот, и так далее, то есть, вот, просто я понимаю, что для того, чтобы мне получать тех пациентов, которые, которые мне интересны, да, то я должен об этом рассказывать, потому что, как бы хорошо геев не оперировал, абсолютное большинство владельцев не в курсе, что опухоль гипофиза у кота можно удалить, да, и надо об этом рассказывать, вот, поэтому, вот. Про Саванну, да, которую я привозил, а, кстати, да, она должна быть, скорее всего, гурдополость, скорее всего, да, она должна быть. Когда снимается прямой эфир этого, все прямые эфиры, они сохраняются автоматически, вот. Поэтому рецепт на 100 до 100 смешного прост. Выбирайте ту тему, которую вы хотите, которую вы хотите посвятить, посвятить свою дальнейшую жизнь, ну, по крайней мере, в течение, там, последних, следующих, там, 5-10 лет, а там, может быть, и больше. Вот и все. То есть, все достаточно просто и легко. В принципе, вот все, что я вам хотел сказать. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!